добрый день друзья всем привет с вами компания кровь монтаж алексей василий куда ты меня везешь в этот раз проинспектировать наш объект смотреть на какой стадии находится работа и правильность грамотность исполнения промежуточный контроль объекта сейчас на данный момент у нас самые дальние до удаленные не менее песни так что едем с тобой на дальний кордон мы там уже были просто на диагностике на осмотре объемчик там небольшой ребята делаю там быстро трудиться и днем и до позднего вечера по просьбе заказчика сроки сжаты что много там еще тел предстоит очень едем посмотрим как идут дела расскажем вам какие работы там сделаны сделаем краткий обзор вот приехали на объект пойдем вас посмотрим что там происходит говорится пройдемте да пройдемте о чё это вы тут делаете перчатки распускаете ясно дорог распускаете это на контрабрешетку понизу да а это это заказчик привез лайваться в комментарии просил лайвбатс а не скандин так этот строчке дешевле то понятно дешевле я вот когда клиент берется за покупку материалов вот это просто полный пипец пластиковая водослушная система ребята никогда не берите вот если видно с этой стороны теневая сторона да она остался родной цвет это как выбирает это первое второе очень хрупто зимой это вообще невозможно когда вставляешь желоб в крюки малейшее усилие удар по нему он лопается ну понятно что присутствует эффект дешевизны он дешевле и господа которые производят например канализационные трубы замахнулись на такие вещи они давай-ка мы сделаем еще водосточную систему и будем ее пропихивать да вы когда-нибудь видели в истории до кровельного дела пластиковую водосточную систему смотри деформация желоба да 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 на таком расстоянии сделали три крюка ты где был поехал за водой в тулу да так ты посмотри как закон подлости вот клянусь богом и не уйти мне отсюда в отъехал отвалился подвесной да да я понял то что ты не туда попал это я понял сейчас мы будем тебя нагибать по полной программе все буду везде вас сейчас за нырнет до проверит час найдем ты у тебя залет дружище бардак буду вас штрафовать как правильно нет это обязательно надо вот света так ну ка смотрим у тебя ты внутри все сделал да у тебя вверх какую ванну если нет то сейчас купить и нахуяривание вот это форс у вас привез настреливаем и сел а скотч то что зачем такой битумы я тебе сейчас расскажу такой простой скотч ничего не будет держать битумы приклеится блять иваныч как-то без души блять не остальные все он уже ему очень понравился он был здесь да без обходи слушай я не люблю когда клиент недоволен иваныч у меня принцип такой все равно клиент недоволен блять ты виноват на ну и мы все теперь мы работаем в сфере услуг вот эту же мальчик вот здесь получше уже вагон очка да на везде все получше можно просто я веду корректировку если бы самого начала так значит так власть она что нужно обратить внимание сейчас мне интересует значит чтобы ты проверил чтобы был зазор значит между гидроизоляцией и нашим утеплителем который мы утепляли то что я толдычу постоянно здесь двусловная система вентиляции мы подпишем внутренний акт там будет вася твоя подпись стоять что ты работу принял соответственно деньги нужно платить рабочим вы сюда будете еще вот этот контраброшот вот они пилят да да щепки вставляли мастера которые вагонку били они и выравнивали горизонт в уровень доски два с половиной сантиметра вырастет за счет рейки да да вот плюс вагонка то есть тебе не надо немножко подворачивать и ну или обрезать либо обрезать то есть ты понимаешь что когда вагонка у тебя придет сюда вот этот наш фольгированные вещи проклейку не было видно то есть она ну должна спрятана быть все это почему ты можешь вообще ее срезать в ноль у тебя скотча он вот он и придет ну вот если у нас вот я тебе говорила понимать мусор убрать чтобы здесь все было четко спросите у заказчика куда мусор все что ваш метки все это выкинуть где вы живете покажи вот право вот этот посмотреть меня за люди интересуются как вы тут разместились а теперь не показывает моя супер бывшая вы вас репертуара какие тут валялись у меня с 9 контент не работает и вот мы 9 тут смотрим ну вот так ребята обустроились все нормально тепло не замерзаете нет ни фига сия вас смотри он ветровые не ветровые яндовые накладки яндовый как посрывала лишь по загибала послевала о слушай смотрите на коньке гоню гвоздями забит прикинь ты видел обалдеть кошмар крыша тут конечно в печальном состоянии вообще дельта рефлекс отражающие стыки стыки проклеены обязательно будут проклеены боковые места чтобы тепло вообще не покидала пределов помещение и зеркальная она так сказать отражает тепло вовнутрь не сбойте у вас распираторы не ну немножко с утеплителем работы здесь свои спартанские воды еще буду правом проводят в дом работу с утеплителем предполагает конечно надо к вечеру обмыться или чесотка от него конечно надо ребятам потерпеть маленький вынос крыши как вот но не красиво смотрится объясню почему клиент рассказывал здесь был дом сначала брусовой 150 на 150 из бруса а потом пошли его обкладывать облицовочным кирпичом пол кирпича поэтому вот и вы нас крыши и села но надо это когда это все предусматривать изначально когда делается крыша вот эти все желоба текут фризовую полосу до используя в этих вельках набегает вода тут вот смотрите счет от накручено намучено всяких или чистим господи боже мой как бы к пассам контрабрешетки нет там на крыше печалька фундамент отошел вот она трещина сквозная треснула вот фундамент надо было с этой части уже арматурой завязать хотя бы елки-палки контролем мало было приезжал деньги давал на доверие ему тут строили что-то лепили и вот результат тут еще в принципе можно все подтянуть отремонтировать переделать вася приехал на объект кофе ничто не предложил это все а контрабрешетку сверху делать не нужно знаешь почему но что чердак он и так дышит там нет закрытого то есть не кровельного материала и так далее еще раз повтори что тебе надо делать сверху не нужно дать утепление в 200 200 это минимум это минимум если даст возможность сделать 250 положу пароизоляцию гидроизоляцию правильно гидроизоляцию с зазором обязательно зазором так и не до славы на настил пусть дарут понял вас не должен все понял блинчики пожарил сады как что-то вы рано ребят 11 часов этого завтрак или ланч ланч вас ты будешь блинчик конечно пусть кушают не я не буду спасибо спасибо так на все мужики давайте удачи звоните василию какие вопросы проблемы по материалам лауди q5 хорошая машина хорошая там будет спросить зачем она тебе штанки возить для зачем тех к 5 иваныч на накопить солидный накопить солидный мутин ездил бы на газели на и солидно ты на q5 уже заработал давайте вольво продам на эти волю волю ты будешь просить залям больше на это за 700 тыс пока подворачиваются и три с половиной года за 700 тысяч сказку попал а это кент мой лёша кент лёша за связываешь блин ну ты сейчас куда дано мне на машину застраховать мне хорошо что в балаши же это страховая позвонила мне предупредила хоть сразу страха у них тут раз не позвонили алексей вадимович его страховка будьте добры проходите застрахуем так ночью ладно будем ехать да слушаем про фондаш на связи удобно говорить так да удобно понял так что хотел узнать по поводу ремонта там утепление кровли вот такого надо это можно ли больше решить или нужно там приезжать как-то ну давайте начнем какая у вас ситуация что там за проблем в двух словах план такой чтобы сделать собственно все эти строения утепленными летом ну или может быть до лета чтобы у них можно было жить я готов там и в январе начать и со мной можно разговаривать на каком-то понятном языке хорошо ну лучше лучше на русском лучше нам нужно как-то пойдет да и естественно кровля можно сказать она важна хорошо окей но надо выезжать тогда смотреть по месту трасса бэм 70 поселок михая реки я запишу номер ваш определился и вам перезвонят я думаю там в среду в среду перезвонят и уже время назначим это будет четверг или пятница я еще заметил вот в декабре да уже когда вторая половина декабря скажем так движение в москве улучшается почему потому что много здесь приезжих людей до из регионов и так далее которые работают стремятся видимо на новогодние праздники уже потихоньку уезжать по своей оси подзаработали держат но и движение немножко уменьшается а когда именно движение увеличивается я чувствую прямо перед первым сентября народ еще где где-то еще отдыхает там на моря у бабушек и потом резко в конце августа видимо съезжается детей надо в садик в школы значит готовить всех грамм пробки начинаются с утра плотник на твоих на задороженном женинду конек коню там дофига они ждут сегодня ну ладно дорогие друзья надеюсь вам было наша поездка интереснее оставайтесь с нами будем с вами делиться подробностями кому интересно задавайте вопросы будем вам отвечать по мере возможности но всем удачи пока все счастливо вам был Василий Василий и Алексей и Василий Алексей и Василий